Груз массой 3 кг, лежащий на столе, связан легкой нерастяжимой нитью, переброшенной через идеальный блок с другим грузом. На первый груз действует горизонтальная постоянная сила F, равная 9 ньютонам. Второй груз движется с ускорением 2 метра на секунду квадрат, направленным вверх, трением между грузом и поверхностью стола, пренебречь. Какова масса второго груза? Ну так, прочитал. Ну, что происходит? Ну, практически та же самая задача, которую мы решали только что. 64-я имею ввиду, поэтому рисунок будет точно таким же. Только что здесь изменилось. Изменилось, что масса М1 в данной ситуации равняется 3 кг. А нужно найти массу второго груза. То есть, нужно найти М2. Ну, опять-таки, что делаем? Начинаем писать два уравнения, поскольку у нас два груза. Все движется против часовой стрелки. Это значит, все силы, которые смотрят против часовой стрелки, положительны. Все, что смотрит против, отрицательны. Начинаем с первого груза. F положительно. T отрицательно. Равняется М1а. Переходим ко второму. Т плюс М2а минус равняется М2а. Получилась система уравнений. Т и Т можно сократить. Ну, а пока мы просто-напросто запишем. Можно сократить. Вот просто перепишем, а потом будем сокращать. Ф минус Т плюс Т минус М2Ж равняется М1а плюс М2а. Т и Т сократили. И теперь мы должны найти М2. Значит, М2Ж переносим в эту часть, а М1а переносим в левую часть. Тогда получается в левой части Ф минус М1а, а во второй части будет М2а плюс М2Ж. Ну, или Ф минус М1а, М2 за скобочки, А плюс Ж. И таким образом мы находим вторую массу. Это будет не что иное, как Ф минус М1а деленное на А плюс Ж. Все? Ну, давайте посчитаем. 9. М1 3. Трижды 2. 6. А плюс Ж. 12. И мы получаем с вами 3 двенадцатых. Или одну четверть. Или 0,25 килограмма. Все? Задачка решена. Ну, а раз она решена, самое время перейти к задачке номер 66. По горизонтальному столу и состоянии покоя движется брусок массой 0,8 килограмм, соединенный с грузом массой 0,2 килограмма невесомой нерастяжимой нитью, перекинутый через гладкий невесомый блок. Груз движется с ускорением в 1,2 метра на секунду в квадрате. Определите коэффициент трения бруска, а поверхность стола. Ну, точно так же, как и предыдущие задачи, прежде всего, нужно нарисовать чертеж и записать все, что нам дано. Ну, вот, пожалуйста, я нарисовал. Вот он, этот самый брусок, который лежит на столе, связан с другим бруском. Но массу первого бруска я обозначил через М1. Массу второго бруска 0,2 килограмма. Вот она на ниточке висит. Вот. Вторая масса. И что нам нужно найти? А нам нужно найти коэффициент трения бруска. Вот. Коэффициент трения. Вот. Мю нужно найти. Это означает, что прежде всего, мы должны расставить силы, которые будут действовать. Причем сказано, причем сказано, что вся эта система будет двигаться вот в этом самом направлении. Потому что сначала все это в состоянии покоя. Да? Если я отпущу, но было бы смешно подумать, что вся эта система начала двигаться влево. Не сказано же, не про какие силы, что кто-то тянет вот этот брусок. Значит, она будет двигаться сюда, по часовой стрелке. М2Ж. Тут у нас Ти. И тут у нас Ти. Сила трения будет направлена в противоположную сторону. Сила трения. И вот если есть сила трения, обязательно нужно нарисовать и силу тяжести и силу реакции опоры. Вот таким вот образом. Обязательно нужно это нарисовать. Ну вот все. Все. Два тела, два уравнения. Записываем. Какие два уравнения? Математическое выражение второго закона Ньютона. Сумма всех сил равна произведению массы тела на ускорение. Итак, начинаем. М2Ж минус Т равняется М2А. Отлично. Не всегда нужно начинать с первого тела. Я начал со второго. Здравствуйте, тела. Вот второе тело. С вас начнем. Так, тогда переходим к первому. Т минус сила трения равняется М1А. Вот получили систему уравнений. И опять мы видим тут ТИТИ, которые можно сократить. Ну так и сделаем. Значит, М2Ж минус Т плюс Т минус сила трения равняется ускорение вытащим за скобочку. Тут будет М1 плюс М2. ТИТИ. И вот сейчас нужно чуть-чуть поломать голову над силой трения. А сила трения всегда равняется МЮ Н Н Н А Н равняется МЖ потому что по оси Игрек это тело не движется. Оно находится в состоянии покоя. по первому закону Ньютона Н будет равняться МЖ. Ну и что из этого будет следовать? Из этого будет следовать, что сила трения равняется МЮМЖ. А про какое МЮ ведется? Да про первое. Про какую массу? Не про МЮ. Про какую массу? Да про первую. Вот все. На первое же тело действует сила трения. Вот таким вот образом мы с вами получили. Тогда возвращаемся сюда и получаем М2Ж минус МЮМ1Ж равняется АМ1 плюс М2. И нам нужно найти МЮ. Значит, вот это вот все переносим в эту часть. А вот это вот все переносим в эту часть. Получаем М2Ж минус АМ1 плюс М2 и все это равняется МЮМ1Ж. Вот. Тогда. И тогда. И тогда. Вот здесь продолжу. Вот здесь продолжу. МЮ будет равняться. Вот. МЮ будет равняться. М2Ж вся левая часть минус АМ1 плюс М2 деленное на М1Ж. Все. Ну, давайте будем считать. Давайте будем считать. Будем считать. Значит, что? М202 на 10 будет 2 минус ускорение 1,2 АМ1 плюс М2 это единичка. Ну, 0,8 плюс 0,2 это А1. Хорошо. М1 0,8 Ж10 значит будет 8. И тогда 2 минус 1,2 будет 0,8 а тут будет 8 0,8 на 8 получаем 0,1 Вот такой вот коэффициент трения у нас в 66 задачке получился коэффициент трения 0,1 Привет! Коэффициент трения 0,1 Ну, конечно, хорошо. Надо остановиться сейчас передохнуть скушать бутерброд вот запить кока-колой нельзя пить кока-колу водичкой будем запивать все и так через некоторый промежуток продолжим а пока я вас приглашаю записаться на мой канал который называется Эли Гор Ну, если не трудно поставить лайк ведь это ведь не трудно, правда? Все всего доброго до свидания скоро встретимся до новых встреч субтитры субтитры